Здарова, ребят! И частенько меня спрашивают по поводу монаха, как играть на нём лучше, с чем правильно играть. Многие не понимают, что брать, призывателя или ловчего, с чем он лучше смотрится, поэтому сегодня мы с Колей будем это проверять. Я буду играть с монахом Сойкой с ловчим, Коля будет играть с призывателем. Посмотрим, насколько сильно, насколько высок шанс, в принципе, за стака, и посмотрим на разницу в уроне и на разницу в стаках. Перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза, и будем начинать. До сих пор доначив через игру? Фатальная ошибка. Совсем недавно разработчики поменяли интерфейс своего официального сайта с покупками, где вы при покупке получаете бонус к 10%. Я расскажу, как это делать правильно. Смотрите, есть сайт MarketMyGamesRuruGames125, в принципе, домен вы этот видите сами, поэтому по этой ссылочке мы переходим, после чего у нас есть весь спектр того, что можно купить в этой игре. От платины до ядер, кристаллов, в принципе, пропуска. Если вы чего-то не видите, что вам надо, просто покупайте платину, и в игре у вас будет выбор купить это за платин. Поехали. Допустим, я хочу купить себе 200 платин. Допустим, я мужчина, я собрался, я нажимаю, бам. Дальше, купить, пока что все просто. Далее, поддержите автора, все максимально просто. Если вы хотите поддержать, если вам нравится моя творчество, вы вводите мое кодовое слово ОЛЕ. Не так, вот так. Три буквы ОЛЕ, дальше нажимаете активировать, здесь показывает, что вы будете поддерживать меня, продолжить. Здесь вы можете подписать свой никнейм и написать любое сообщение, которое хотите, чтобы я увидел. Опять же, я буду на стриме, я это все дело увижу, и такой вот интерактивчик между подписчиками. Представлять на рассмотрение, и здесь у вас будет показано справа, что вы поддерживаете именно меня. После чего выбираете метод оплаты, я там, допустим, у меня IOS, вот этот вот мой ID. Продолжить, и дальше способ оплаты. Банковская карта, идем дальше, она прогружается, вот моя банковская карта. Просто ввожу все данные, после чего у нас происходит оплата, в принципе, и я вижу ваше сообщение, которое вы хотели мне написать у себя на стриме. Все максимально просто, пользуйтесь, потому что в игре этого бонуса нету, а здесь за те же самые деньги вы можете получить этот бонус. Всем заранее огромное спасибо, и увидимся уже в видео. Так, ну что же, полетели. Нужны двойные точки, и мне, и Коле. Так, у меня одна есть, у Коли одна есть. В принципе, можно от них играть, я думаю, нормально. На пересечение это никак не повлияет, и поехали. Для начала нужно выставиться. Поздороваться. Нашел я пробужденный, смысла от него пока сильного нету. Коля с нами не здоровается. Все нормально. По талантам, по талантам все взяли правильно. Благословение, спокойствие, послушник. У меня абсолютно такие же таланты. Для монаха на благословение, это, наверное, самое лучшее, что можно придумать. Так, почти горизонталь я сделал. Надо будет потом задуматься над вертикалью. Так, второй ловчик. По сути, он нам не сильно нужен. Блин, ну вот как же я в себе уверен. Вот в такие моменты очень хорошее настроение. Ну, здесь тоже надо было быть уверенным. Но я уже немного начал переживать, что появится третий ловчий, и буду выставляться очень долго. Так, на первой волне нам надо выставиться. Если мы выстраиваем крест на первой волне, у нас становится все хорошо. У Коли маленькие проблемы. Ему не хватает... Ему не хватает еще двух монахов. Трех монахов. Крест строится не особо хорошо. Не совсем так, как ему надо. Ну и смотрите, мы не успеваем. Мы не успеваем найти еще одного монаха. Да, да. Только после трибунала. Только после трибунала на второй волне уже начнем. Бам. Хорошо. Есть у нас так. Есть у нас так. Сразу начинаю стакать точку. И собирать дриаду. Через монах все начинаю отдавать. Так, четвертый монах. В принципе, читаемо. Но нам нельзя застакаться быстро. Мы не имеем права быстро застакаться. Чем позже мы это сделаем, тем лучше. Если у нас будет 100 стаков монаха, допустим. Если у нас будет фуловая точка роста. 10 глаз. Призыватели. То, я думаю, все получится. Пока не хочу отдавать дриаду этого монаха и соединять их. Думаю, что сделаю это чуть позже. Так, первый глаз мы получили. Так, Коля построил пересечение. Что-то пока совсем грустно все по мане. У него пятый ранг. Это можно, я думаю. Это сюда. Теперь это можно замежить. Бам-бам. Пятая дриада. Которую можно будет превратить в дриаду Т3-Т4 ранга. В зависимости от того, что чуть дальше нам выпадет. Вторая волна. Мана очень медленно копится. Всего по 20 маны дают за мобика. Шестой арлик. Я забыл, что они копируются. Ну, кстати, это огромный плюс. Потому что если у нас будут арлики, мы будем выходить из-за стака. Так. Нормально. Меня это устраивает. Золотую нам не дало. У нас остается последний манап. На то, чтобы найти золотую дриаду. И сделать своего воина Т7. Так, у Коли что по шмоткам копье? Курта скорость. Шмотки абсолютно одинаковые. За исключением того, что у Коли кольцо немного выше, чем наше. Шансов пока мало сделает Т7. Если очень-очень сильно повезет, тогда может быть дан. Так, не тратим время. Раскручиваем. Еще третья дриада. Еще есть монахи. Еще третий лопчий. Но лучше бы это была дриада. Тогда можно было отдать манап и рассчитывать на Т7 монаха. Потому что там Т6. С призывателем ему намного проще это все сделать. Это как минимум плюс призыватель. Помимо того, что у вас больше пешек. У вас больше маны. Ну что, давайте рисковать. Копим 700 маны и даем последний монап. Что сказать? Такое бывает. Такое бывает. Давайте за счет монапов начнем отыгрывать. Освобождаем точку роста. Точку роста. Мержим всех монахов. 32. У Коли 23. Скорее всего он соединяет не под монапы. С призывателем это можно делать абсолютно всегда. Сэвим. То есть, когда вы играете с призывателем, вы можете просто не бояться. Всегда жать монап и всегда соединять под монапы. С лопшим же это немного очково за счет того, что у тебя повышается тир за счет монапа. И, блин, прям нормальные шансы есть в моменте застакаться. То есть, я играю просто на какой-то супер уверенности. Хотя, если бы это было пвп, я бы, наверное, боялся так делать. Коля две точки роста занял на пересечении. Давайте уберем этого воина. Опа. А если я успею сделать еще одну Т4 Дриаду, у меня повысится Арлик, и я сделаю Т7 Монаха. Так-то. Какой шанс, что я успею это сделать? По-моему, минимальный. Я, наверное, быстрее застакаюсь. Так, ну, в принципе... О, нет. Как жаль. Как жаль, что там появился четвертый... Четвертый ловчий. Если апнется этот Арлик, то это будет хорошо. Я смогу растакаться. Так. Это, по идее, где-то в районе пятой волны сейчас должно быть. Найс, найс, найс. Т6. Хороший баф, ребят. Хороший баф. Очень приятно с ним играть. Теперь давайте обратно думать по поводу Монахов и стаков на них. Остановился я на 43. Коли, конечно, получше. Монап, бам. Бам. 48. Неплохо подобузили. Теперь все дряды можно смело скипать. О, как. Подсейвлю, наверное. Наверное. Наверное, подсейвим сейчас. И вот этот ряд надо скипать. Монах. Нужен Монах. Первый Монах нужен. Игра. Первый Монах. У Коля накопил глаза. Но у него все еще Т6. У нас 38% фумулет. Давайте, не боимся. Начинаем жмякать. Так, пятый ловчий. Как будто он останется, и от него будет смысл. Можно скипать. Вторых ловчих тоже можно убирать. Надо освободить точку ростом. Ой-ой-ой. Первый, второй, третий ловчий. Четвертый ловчий. И пятый ловчий. У нас просто... Хорошо. Это нам поможет. Это нам очень сильно поможет. Ну что? Убиваем без проблем. Да. Освобождаю точку, как и планировал. И есть мана заново на то, чтобы все это соединять. Друзья, я запускаю третий ежемесячный розыгрыш на платину. Абсолютно такой же, как и предыдущие два месяца. В этот раз приз будет 2200 платины, который будет поделен на 10 победителей. По 220 платины каждому, что нужно для участия в розыгрыше. В период с 21 сентября по 20 октября совершить любую покупку по моему кодовому слову, али в официальном магазине игры, написать в комментариях свой ID и платформу, с которой играете. Выполнив это, вы автоматически становитесь участником этого розыгрыша. Я вношу все себе в таблицу. И 21 числа, то есть это будет октябрь, мы на стриме будем выбирать победителей и награждать их. Всем удачи и увидимся в видео. 64. Не так много глаз должно остаться там. Убираю вот этих. Появляется Т6 ловчей, это круто. Хорошо почистили стол. Так, и пока я не спасаю вот этого первого монаха. Верю в то, что в него не попадут. Так, урон. Ой-ой-ой. В принципе, это было считаемо, наверное. Негативки, как всегда, летят туда, куда не нужно. Одни дряды сыпятся, никаких монахов нам не дает. Так, вот, кстати, пошли монахи. Под монап я уже особо ничего не успеваю соединять. И нужно будет скипать вируса. Ай-яй-яй. Как неприятно попал контрзак в меня. Ну, благо урона пока что хватает. Пошла волна смерти. Глаза я почему-то не добил. Хотя, в принципе, предпосылок к тому, что у меня все плохо не было. Поэтому давайте немного покопируем. Придется нам это нажать. Я не могу потерять Т7. Я его потом не сделаю. Я надеюсь, на макаку хватит. Да. Без проблем. На макаку хватает. Освобождаем. У меня нет глаз, мужики. Что делать? Бам. Это я скипаю. Не так много маны. По мне все еще ходит вирус. По стакам неплохо, кстати. Первый ряд я уже, наверное, подсевлю это все. Ни один из глаз не летит в основного монаха. Не знаю, это выглядит грустно. Девять. Остался один. Остался один. Один глаз до того, чтобы у нас все стало хорошо. После чего можно выставить локчих и наслаждаться игрой. Все, есть. Десять. Отлично. Не знаю, нужен ли мнат сейчас на обезьяну. Коля призыва меня руинит. Ну, кстати, мы убиваем хорошо. Точно так же, как и он. Девяносто два стака. То есть, даже с учетом, что Коля играет с призывом, мы не отстали. Это какой-никакой, но показатель. Мы даже до сих пор не словили за стак. Как бы плохо, я не отыгрывал. Куча локчих. И куча урона. Так, поддерживаем амулет. И, в принципе, достаточно сеток. То есть, пошла третья минута. Казалось бы, мы играем с стойкой. Пошла третья минута. Каких-то проблем я прям пока не ощущаю. То есть, максимально приятный геймплей на монахе. И из разряда недонатных пешек. Наверное, это пешка, которая в моем собственном топе занимает топ-1. По приятности, по комфортности и по всему остальному. Очень крутая пешка. Которая прям идеально комбинируется с стойкой. И за счет этого показывает очень хороший урон. Хочу еще стаков, поэтому копирую вот этих братиков. Мана позволяет. 102 стака. Так, на бедламы я, наверное, нажму монап. Потому что немного волнительно. Коли так-то тоже надо было нажимать. Да, уже начинаются проблемы. Появился еще один крест. Вопрос, насколько он мне сейчас нужен. 106? 108? Хорошо. И темного освященника нужно убивать без монапа, чтобы потом была возможность полечиться. У Коли начинается просадка, хотя у него, в принципе, активные призыватели. По стакам он меня догнал. 3.30. Нажимаем сойку. И... Нормально, слушайте. Очень хорошо. Куча ловчих. Пулловый амулет. В две точки мне хватило, в принципе, возможности и длительности игры это все раскачать. Но у меня спит Манах. Это огромная проблема. Он спит по КД. Вероятнее всего, сейчас я проиграл из-за контрзака. Но меня щадит бедлам. А Колю нет. Колю, к сожалению, нет. Но вот эти вот контрзаки, которые 2 или 3 подряд прилетело мне в Манаха, это прям показательно. Такое с Манахом бывает. И 4.20. В принципе, без каких-либо просадок. Если бы этих контрзаков не было, я бы, я думаю, стоял из 5 минут. То есть, чисто теоретически, Манах-Сойка можно на каких-то прям, если вам будет вести на каких-то движениях, приблизиться к 6 минутам на редком герое. В этом плюс этой пешки, потому что такая вот некая синергия существует с Сойкой. Поэтому в плане условного, опять же, условного фри-то-плей, если вы там за полтора года прокачали Сойку, прокачали Манаха, вы можете спокойно с этим играть. Как с Ловчим, так и с Призывателем. То есть, с Призывателем, да, вы играете гарантированно, у вас нет застака. С Ловчим, иногда все-таки может быть застак, но если застака нет, то разницу в уроне вы, в принципе, видите. На этом у меня все, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Кто играет на Манахе, пишите в комментариях, что мы делали не так, потому что это не наши основные пешки. Может быть, по-любому мы что-то делали не так. И если это так, то я хочу, в принципе, понять, что это. Потому что мы же играем ради того, чтобы улучшать свою игру. А есть люди, которые играют на Манахе намного лучше. Всех обнял, ребят. Спасибо всем, кто пользуется кодом автора. И увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok